МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из соколов в Хабаровский Амур. Чемпион зимней универсиады поделился секретами успеха. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. К этой дате в республике приурочили немало мероприятий. В Чебоксарском медицинском колледже прошел региональный форум. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. У постели сестра, не взремнет до утра. Век усталых не смешит, добрый ангел надежды. Их труду посвящают гимны и песни, а за преданность делу вручают медали Даша Севастопольская. Почетную награду, названную в честь героини Крымской войны, сегодня получила и медсестра городской клинической больницы. В сфере здравоохранения 35 лет. Я свою трудовую деятельность начинала в Нижний Новгород, Горьковский автозавод. Я работала в реанимационном отделении с санитарочкой. К своей работе отношусь я очень внимательно, деликатно. Выдвинуть нижнюю челюсть. Выдвинуть вверх. И приоткрыть рот. Будущих медсестер готовят в стенах этого колледжа. Классы оснащены не хуже больниц. На первом курсе студенты изучают АЗ, оказание помощи пострадавшим. В симуляционном центре с помощью манекенов для медиков инсценируют экстренные случаи. Недавно здесь начали обучать и сестринскому делу в косметологии. Специальность называют перспективной. Мы несколько лет назад взяли на себя ответственность, а то есть профессиональные косметологи с медсцентским образованием. Сколько выпустили? Мы их выпустили больше 40 человек. Имея знания, навыки, способности на рынке, то да, вы будете миллионерами. Если правильно все будете делать. Сейчас в республике трудится более 12 тысяч медсестер. Глава республики отметил, что именно от их профессионализма зависит качество работы больниц. Я не хочу ущемлять профессиональные качества любого доктора, любого хирурга. Но без вас они же тоже как без рук. Так ведь? Любая операция, любое обслуживание пациента, больного человека без вас вообще не обходится. Это с одной стороны. С другой стороны, вы все работаете по скользящему графику. Вы не можете позволить себе постоянно выходные, праздничные дни отдыхать. Поддержка медработников для правительства республики – приоритетная задача. На развитие отрасли в бюджете региона заложены немалые средства. Продолжится строительство новых ФАПов и поликлиник. Постепенно решается проблема дефицита кадров. С этого года помогать медикам будет и региональная метрополия. Мы недавно подписали Чувашский гепархий соглашение о взаимном сотрудничестве. Мы сегодня с вами знаем, что есть вопросы по уходу. И сегодня, конечно, вот это соглашение нам поможет вместе решать те цели и задачи, которые сегодня перед нами ставит глава Чувашской республики. От программы модернизации медицины ожидают большого эффекта. Главная цель масштабной работы – здоровая нация. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня депутаты Государственного совета Чувашии утвердили исполнение бюджета за 2016 год. Несмотря на то, что говорили о финансовом документе, уже ушедшем в прошлое, дебаты были жаркими. Критики от оппозиции нашли в исполненном бюджете недоработки. В свою очередь, министры предложили отдельным депутатам активнее включаться в работу над экономическим потенциалом, а не вести словесные перепалки. Кроме того, парламентарии сегодня утвердили бюджет территориального фонда медицинского страхования, внесли изменения в закон о капитальном ремонте, а также согласовали кандидатуру уполномоченного по правам человека в Чувашии. В 2016 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 41 миллиард рублей. Из них более 25 миллиардов – собственные доходы. В основном это налоговые поступления. По сравнению с 2015 годом их стало больше на 17%. Значительная часть в доходах составляют налоги на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налоги на имущество. Расходы республиканского бюджета в 2016 году составили 39,5 миллиардов. Наибольшие статьи трат – социальная политика, образование и здравоохранение. Работа по формированию и исполнению бюджета в 2016 году была направлена на безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств. При этом была обеспечена сбалансированность бюджета, снижена зависимость бюджета от кризисных явлений, продолжена работа по снижению долговой нагрузки. Предпринятые в 2015-2016 годах меры повысили устойчивость экономики республики. В 2016 году индекс промышленного производства составил 107%. Это выше, чем в целом по России. Также в целом неплохие показатели в аграрном секторе. В прошлом году продолжилось строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Всего за три года в Чувашии построено 125 ФАПов. Эта работа будет продолжена в 2017. По данным министра финансов, в развитии реального сектора экономики были направлены почти 8 миллиардов рублей. В 2016 году увеличилось поступление акцизов, но снизились средства от налога на имущество. В основном это произошло из-за сложной ситуации в концерне тракторные заводы. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» упрекнули органы власти в бездействии. Владимир Аврелькин напомнил, что такая оппозиция – это популизм. Вы не принимали участие в сложных, в двугодичных, в двугодичной программе вынесения предприятий на сегодняшний уровень. Уровень – это вместе с надзорными органами, между прочим, это проводилось. Но вас так же там не было. Причем вы говорите о том, что сегодня мы абстрагируемся, остраняемся, вернее, от деятельности предприятий, как органы власти. Но это, мне кажется, очень неправильно высказано, потому что вы сами видели, являясь виденными, что и глава республики, и кабинет министров поднимали эти вопросы и встречались и с председателем правительства Российской Федерации по данной теме, с министрами. Федеральным органом власти встречались с теми, кому сегодня должны были, и с ресурснабжающими организациями, и с председателем правления ВЭБа. Эти все вопросы решал глава республики вместе с кабинетом министров. Вас там не было. Вы критикуете. Сегодня задолженности по зарплате у предприятий концерна, которые находятся на территории Чувашьей Республики, нет. Выбор не 683 миллиона, а 1,4 миллиарда рублей уже сегодня под конкретные проекты, которые сегодня реализует концерн. После обсуждения проекта закона об исполнении бюджета за прошлый год парламентарии его поддержали и приняли в двух чтениях. Министр имущественных и земельных отношений Наталья Тимофеева рассказала, как в прошлом году шла приватизация госимущества. В 2016-м приватизированы 12 объектов госсобственности. В республиканский бюджет, кстати, поступил 331 миллион рублей. Также депутаты сегодня согласовали кандидатуру полномоченного по правам человека в Чувашии. Еще одно согласование Владимир Ежеев должен пройти в аппарате российского омбудсмена. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. На заседании Государственного совета Чувашии также был поднят вопрос о зарплатах министров. В опубликованных декларациях отмечен рост доходов. Вице-премьер правительства Светлана Генелина прокомментировала реплики депутатов. Повышения заработной платы министров не было. Заработная плата, как была в 2015 году, так же она была сформирована в 2016 году. Но в целом получение доходов министров, наверное, о доходах вы говорите, оно связано с разными вещами. Например, министры могли получить компенсацию за неиспользованный отпуск, они могли получить иные доходы, они могли и заниматься преподавательской деятельностью, они могли продать имущество, имеющееся у них и так далее. То есть это разные причины роста доходов министров. В том числе, может быть, и выпадает, скажем, другого характера. Ну вот, если предусмотрено законодательством. Сегодня министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов и главный ветеринарный врач республики Сергей Скворцов рассказали журналистам о мерах, которые предпринимаются в республике по предотвращению проникновения гриппа птиц. Напомню, что с 7 мая карантин по птичьему гриппу введен на территории птицекомплекса Лаишевский в Татарстане. В ходе проверки выяснилось, что ферма находилась в антисанитарном состоянии. В настоящее время торговля мясом птицы, произведенным в Татарстане, на территории Чувашии временно запрещена. Все птицы фабрики Чувашии работают в закрытом режиме. Вывозимая продукция тщательно проверяется. Проведен мониторинг на грипп птиц. Нарушение не обнаружено. Рассказал представителям республиканских средств массовой информации руководитель государственной ветеринарной службы Чувашской республики Сергей Скворцов. Более 700 проб в этом году дали отрицательный результат. Мы проверяем как синантропную птицу, которая летает, дикую птицу проверили. Был этот сезон охоты практически с каждого района. Получили по 10 проб от дикой птицы. Проверена сыворотка крови и от птицефабрик. Для того, чтобы уберечь себя от возможного заражения гриппом птиц, специалисты советуют закупать мясо птицы только на местных рынках, на которых имеется официальный ветеринарный контроль. Не возьму, в самом начале. Мысли чувствовать, смеяться, плакать, любить и ненавидеть. Кино по-прежнему остается одним из самых массовых и любимых видов искусства. В нашей стране кино любят все, и те, кто снимает, и те, кто смотрит. И чебоксарцы не исключение. Через неделю в Чувашии состоится одно из самых ярких событий культурной жизни. Жители республики приглашают на Чебоксарский международный кинофестиваль. 22 мая в Чебоксарах стартует юбилейный 10-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Фильмом открытия станет лента режиссера Александра Прошкина «Чудо». В течение фестивальной недели жители республики, как всегда, бесплатно смогут посещать все киносеансы. Кстати, кинопоказы состоятся не только в столице Чувашии, но и в Новочебоксарске, Чебоксарском, Канарском, Алатарском районах. В этом году жюри конкурса игровых фильмов возглавит режиссер, актер, создатель и генеральный продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Руденштейн. В этом году международный участок представляет Киевринляндия, как обычно, а Казахстан и Кыргызстан в этом году в конкурсе представлено аж две японских картин. Мы подготовили еще и ряд актерских встреч. Это 23 мая в Чёрстном саде Театра Первого балета пройдет встреча заслуженной артисткой РСФСР Зинаида Кириенко. 24 мая в кинотеатре Сесьбель пройдет встреча с Владимиром Новиковым. И 26 мая в кинотеатре Сесьбель будет встреча с Леной Кореневой. Одним из специальных событий фестиваля станет ретроспективный показ фильмов, посвященных 80-летию режиссера Андрея Кончаловского. Для детей приготовили специальную программу. 80 лет киностудии «Союзмультфильм». Закроется кинофестиваль 27 мая. Впервые в Чувашии мастера производственного обучения соревновались в скоростном маневрировании на автомобилях. Состязания прошли на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Наша коллега, от вас зависит будущее, кого вы учите, кого вы пускаете на дорогу. Ну что пожелаю, вы, естественно, должны быть лучшими. После такого напутствия представители автоинспекции нельзя не ответить блестящим знаниям правил дорожного движения, решили для себя мастера производственного обучения. Условия обучения, созданные в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий, позволяют продемонстрировать высокий профессионализм. Да и место проведения соревнований выбрано не случайно. Здесь готовят специалистов именно для транспортной отрасли. Специальности, те профессии, которые мы даем нашим студентам, связаны все с дорогами, с машинами. Это автомеханики, машинисты крана, машинисты дорожных и строительных машин, специалисты в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Выпускники Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий не подведут. Стоит заглянуть в учебные классы и побывать на учебной трассе. Они оборудованы по последнему слову техники. От того, какое качество подготовки мастеров производственного обучения, какой они обладают компетенцией, зависит, наверное, и безопасность на дорогах. Участвует 21 участник. Трасса готова. Участник готов. В соревнованиях приняли участие 13 мастеров в номинации «Водитель транспортных средств категории Б и 8» категории «С». Все они продемонстрировали высокий профессионализм и яркую индивидуальность за рулем. Единственное, о чем можно пожалеть, что не все представители учебных заведений Чуваши, готовящих водителей, приняли участие в соревнованиях. Я думаю, что данные соревнования будут традиционными, и в этих соревнованиях будут принимать участие представители всех образовательных организаций, которые готовят водителей на территории Чувашской республики. Время покажет. Может быть, Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий станет ареной проведения соревнований профессионального мастерства федерального уровня. В 2017 году женскому движению Чуваши исполняется 90 лет. Сейчас в его рядах тысячи представителей из прекрасного пола со всей республики. Они активны, энергичны и полны самых разных идей. Эту дату Союз женщин решил отметить необычно. Проехать по городам и селам, встретиться с представителями местных отделений. Одна из встреч состоялась в Маргаушском районе. Женское движение объединяет более 500 женских советов по всей республике. Их на первый взгляд незаметная, но такая важная работа помогает женщинам почувствовать свою нужность, реализовать интересные проекты. Один из них – сохранение и передача национальных и культурных традиций от матери к дочери – поддержан главой Чувашской республики. Активистки женсовета своими силами создали передвижную выставку изделий народного творчества. Унесли свою лепту в экспозицию и мастерицы из Маргаушского района. Мы выходим на выставки, проводим мастер-классы на мероприятиях, которые проводит женсовет. Сотрудничаем вместе, сплоченно. В этом году осенью мы участвовали в выставке «От матери к дочери, от отца к сыну». В этой выставке принимали участие наши педагоги. А социальный работник Алена Семенова разработала и воплотила в жизнь свой проект. Было связано более 50 изделий – носочки, шапочки, жилетки, кофточки. Ребята получили этот подарок от членов кружка на рождественском благотворительной акции. Дети были очень довольны, рады. Сегодня тоже говорят, что в холодную погоду они одеваются, это жилетка с удовольствием. Но участницы приходят в женсовет не только, чтобы позаниматься рукоделием. В теплой, почти домашней обстановке за чашкой чая решаются и многие житейские проблемы. В каждой семье по ходу жизненных событий возникают проблемы. Мы, как женсовет Александровского сельского или селения Моргаворского района, мы всегда сообща проводим маленькие совещания между собой и обсуждаем, кому как стараться помочь. Благодаря женсовету республики удалось обратить внимание общественности на многие проблемы – охрану здоровья, защиту материнства, детства, семьи. Что союз женщин-чувашки не просто говорит о своих делах, а прежде всего делает их, вовлекает как можно больше народа в участие. У нас уже нет ограничения, что это действительно союз только женщин. Активно работают и мужчины, как вы знаете, у нас создан один из первых в России союз с отцом. Работа женсовета – это не сухие длинные отчеты, а настоящие часы коллективного творчества, где каждое дело не ради галочки, похвалы или наград, а ради того, чтобы одной счастливой женщиной с семьей в республике стало больше. Быть женщиной и жить любя, светить и озаряться светом, и тратить целый век себя – какая честь в призвании этом. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. На зимней универсиаде в Алматы сборная России по хоккею заняла первое место. Капитаном команды был наш земляк, воспитанник новочебоксарского «Сокола» Дмитрий Кириллов. На встрече с журналистами и министром спорта «Чувашия» он рассказал, какой ценой досталась сборная России эта победа. Диму привела в хоккей крестная мама. В семь лет он впервые ступил на лед, а уже восемь отправился на первое соревнование. Азы хоккейного искусства постигал в четвертой новочебоксарской школе Олимпийского резерва. На наших глазах он рос. И сразу видно было с первых дней, что готов и утром, и вечером, и ночью тренироваться. Видно было, что действительно с удовольствием занимается, не из-под палки. И вот результат на лицо. После школы Олимпийского резерва был новочебоксарский «Сокол», затем пензенский «Дизель». Сменив еще пять хоккейных клубов, Дмитрий перешел в Хабаровский «Амур». В его составе хоккеиста с «Чувашией» успешно выступил в чемпионате континентальной хоккейной лиги. А в феврале этого года Дима в составе российской сборной стал чемпионом зимней универсиады. Когда нравится, то результат сам по себе идет. По ступеньки, по ступеньки. Так получилось. С успешным дебютом в составе сборной команды страны поздравил хоккеиста и министр спорта республики. Он отметил, что такие достижения воспитанников Чувашской школы хоккея вдохновят молодое поколение на еще большие успехи. В ближайшие дни чемпион КХЛ привезет мастер-класс для игроков чубоксарской хоккейной команды. Очень приятно будет нашим юным хоккеистам воочию увидеть хоккеиста, который достиг больших успехов в хоккее. Действительно, в хоккей играет настоящий мужчина, мы в этом убеждаемся. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости программы можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. А на этом я, Ольга Павловна, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова